Права потребителей ООН регламентировала еще в середине 80-х годов прошлого века. Однако и сегодня жители часто сталкиваются с обманом. Чаще всего жалуются на некачественную одежду или неисправную бытовую технику. Но и просроченный продукт – не редкость. Главный враг потребителя, говорят специалисты, – невнимательность. Легко вечером купить в магазине литровую пачку молока, у которой срок годности заканчивается в этот же день. И продавец вроде правила не нарушил, просто хитро выставил такую продукцию в первый ряд. И покупатель чувствует обманутым – быстро употребить продукт не получится. За 2016 год было получено порядка 20 тысяч жалоб как в письменных, так и электронных форматах. Чаще всего потребители нам звонят с целью понять, каковы их действия в случае приобретения некачественного товара. Если же не получается решить вопрос мирным путем, вопросом начинает заниматься наша служба. В случае какой-либо проблемы, первым делом надо обращаться к поставщику услуг и ждать ответа в течение 14 дней. Если полученный ответ отрицательный, тогда следует обращаться в нашу службу в письменной форме, подать заявление, заполнить форму, предоставить все подтверждающие документы о покупке и копию ответа продавца. Количество обманутых в целом по стране растет, признают специалисты. И это проблема не только Литвы, но и всего Евросоюза в целом, в котором в скором времени даже предусмотрено создание единой системы по защите прав потребителей. В несовисимости от того, в какой стране есть, человек приобрел некачественный товар или воспользовался недобросовестными услугами, он сможет обратиться с жалобой через интернет. Чаще всего потребители жалуются на те продукты, которые мы используем каждый день. Это одежда, обувь, бытовая техника, телефоны, телевизоры и так далее. Кроме того, часто поступают жалобы и на отмененные концерты или на слишком длинную рекламу в кино. По статистике, чаще всего жалобы предоставляет женская половина населения нашей страны. Пик нарушений потребительских прав пришел со сведением евро в 2015 году. Тогда сотрудники службы получали письма с жалобами чуть ли не каждый день. Однако по статистике, только 7% всех жалоб действительно обоснованы.